В Украине самая распространенная система – это антенна, которая принимает три спутника – Hotbird, Astra и Amos. Как вы видите, от антенны идёт три кабеля, от трёх спутников. Для того, чтобы она в квартиру или в дом заходит один, с помощью чего это происходит, используется вот такой коммутатор, называется Dysic, в нём пронумерованный разъём 1, 2, 3, 4 и центральный разъём – ресивер. Ресивер – это идёт на ваш тюнер в квартиру, кабель один, а от тех головок, которые принимают спутники, к пронумерованным разъёмам подходят кабеля, и тюнер даёт команду этому устройству, когда вы переключаете каналы, включить какой-то из этих разъёмов. Для чего это рассказываю? Потому что в дальнейшем в меню нужно будет выставлять, подсказывать тюнеру, к какому разъёму, к какой цифре присоединён конкретный спутник, чтобы он знал, в какой момент, когда вы переключаете каналы, какой разъём включить, чтобы включился нужный спутник. Теперь непосредственно перейдём к настройке спутника. Перед этим ещё объясню, где я беру частоты, которые нужно вводить в приёмник, где я читаю свежую информацию. Заходите в поисковик, вводите на английском слово «frocusat», попадаете на такой сайт, нажимаете слово «спутниковое» и выбираете спутник, который вы будете сейчас настраивать, например, Amos, вот и нажимаю, и нас интересуют открытые телеканалы, там ниже будет закодированные, мы их не сможем открыть, интересуют только открытые. И смотрим, написано частота, например, 10722, буква «h» это горизонталь, 27500, бывает ещё буква «v» вертикаль, вот как здесь, например, 12637, вертикаль, ну там в приёмнике не пишет букву «v», а там вертикаль, слово выбирается, это на будущее. И смотрим, на какой частоте какие каналы расположены, потому что, допустим, есть на этом спутнике румынские каналы, вот на частоте 11542, такие каналы нас не интересуют, поэтому берём листик и выписываем. Посмотрели на частоте какие каналы, интересные каналы, значит переписали полностью вот эту частоту себе, ну то есть две цифры и буква какая «h» или «v», переписали все нужные вам частоты на листик и идёте в приёмник. Вот, приёмник включён, нажимаете на пульте кнопку меню, установка, менеджер канал выбираете, нужно выбрать «заводские установки», пароль 400 и выбрать только список каналов, «заводские установки», то есть чтобы удалить каналы. Это я вам советую хотя бы раз или два года делать такую настройку. То есть полностью стирается память, список каналов и заново делаете. При этом у вас удаляется весь мусор нерабочий, то есть не будет каналов с надписями сигналов. Вы полностью с нуля настройте только то, что конкретно сейчас работает. Вот, список каналов удалился. теперь заходим в установку. Выбираем наш «Установка антенны», «Спутник АМОС» и сейчас будем удалять все ненужные частоты, то есть смотрим на список, видим какую-то частоту, если её нет в нашем месте, чтобы мы выписали, значит их удаляем. Вот внизу есть «Подсказки», вот я выбираю пункт «Удалить» и нажимая кнопку среднюю на пульте «Ок», когда нажимаю, выскакивает окно, которое спрашивает нас, вы действительно хотите удалить? Да, подтверждаете, удаляете. И так удаляете все ненужные частоты. Если есть какая-то частота, которой здесь нет, её нужно добавить, значит сейчас вы видите, как это делается. Просто влево смещаете, ну внизу подсказки есть, и появляется надпись «Добавить», нажимаете её и там нужно будет ввести нужные вам данные. Вот сейчас я заканчиваю уже удалять частоты ненужные. вот я нажал «Добавить», ввожу пультом циферки, которые мне надо, поляризация, вертикаль – это то, что я вам объяснял, есть буква «H» горизонталь, буква «V» вертикаль. Вот, например, у меня частота с буквой «H» и я выставил горизонталь. После того, как я удалю все частоты, нажимаю на пульте кнопку «Exit» выход один раз, впадаю в предыдущее меню, и тут очень важно, у нас есть такое слово «Dysic» 1.1, точнее, вот выше тип «Dysic». Это то, что я вам объяснял, вот эта коробочка, которая переключает спутники, она и есть «Dysic». Ниже у нас расположены уровни, есть шкала сигнала, есть уровень и качество. Нас интересует шкала качества, у нас она 0. Почему? Потому что у меня Amos подключен, вот «Dysic» написано «LNB2», значит второй разъем, но у меня Amos подключен не ко второму разъему, поэтому опускаемся вниз к этому пункту и будем нажимать вправо-влево, переключать разъемы, пока не попадем, чтобы качество появилось у нас. А вот сразу первое получилось, то есть у меня Amos подключен к первому разъему, на остальных вы видите качество сигнала 0. «Dysic». Аналогично нужно будет сделать с другими спутниками, астрой и хотбёрдом. Все, опускаемся вниз, старт поиска. Итинер будет искать все каналы, которые есть на этом спутнике в тех частотах, которые вы ввели. Не обращайте на качество картинки, это у меня программа, которая пишет видеоролик, она так сильно искажает картинку. Само качество картинки у этого тюнера отличное. Так, вот ищем спутник Astra, раньше он назывался Sirius, сейчас переименован в Astra. Astra 4.9e. Аналогично заходим в частоты, удаляем все ненужные, после этого добавляем те, которые их не достает, и потом делаем поиск. Аналогично зашли на сайт «Frocusat», выбрали нужный спутник, выписали на листик нужные частоты. Аналогично зашли на сайт «Frocusat». У меня этот спутник на третьем разъеме. . . . . . . . . После того, как настроили каналы, можно их отредактировать, то есть поперемещать и удалять ненужные. Ну и третий спутник Hotbird, все там аналогично, выставляем нужный разъем DASIC с частоты, делаем поиск. Вот, это я получается зашел в редактор каналов, то есть меню менеджер каналов нажимаете, редактор каналов выбираете и внизу подсказки двигать, нажимаю ОК, появляется значок классик канала и стрелками вверх-вниз перемещаю ладинаду, нажимаю еще раз ОК и он остается на том месте. Так можно попередвигать, как вам нравится. Если внизу нажать вправо, то кроме двигать, еще можно выбрать тоже полезную вещь, удаление каналов, то есть можно там телемагазин религиозный, ну то есть канал, который вам неинтересный, поудалять. Тоже нажимаете ОК, просто нажимаете ОК на канал, который хотите удалить и после того, как выделяете все ненужные вам каналы, нажимаете exit, выход, вас спрашивают, действительно сохранить, он сохраняет и все, каналы вышли. После того, как закончите настройку, обязательно нажмите кнопку на пульте SAT, так и написано английскими SAT и убедитесь, что у вас стоит галочка напротив все спутники, только в этом случае у вас будет показывать все каналы со всех спутников, в принципе и все.